всем привет друзья сегодня мы с вами посмотрим ролик который просил меня посмотреть вот это пользователь бизон blitz у вас вы видите блица постоянно пишет комментариев очень много пишет молодец как такому отказать как такому отказывать да как-то откажешь в общем он писал меня просил посмотреть он давно просил я уже честно говоря я уж не помню лишь спарта наверно все просит меня спарта говорю сначала февраля по моему короче давно человек просит как флиппи он как флиппи писал давно-давно еще просил молодец я вот сейчас окно окно у меня появилось нет не тот ролик в этот в общем астерикс и обеликс от шедевра до провала черный кабинет астерикс и обеликс тихо ж ты от шедевр от шедевра до провала история культовой французской саги так лайк ставлю черному кабинету сейчас кое-что сделаю кое-что есть не сделал а должен был сделать асерикс и обеликс вот теперь все так ставлю теперь лайк комментарии пишу для развития а вы друзья мои проделать те же манипуляции со мной комментарии напишите мне лайк поставьте мне ролик заказать хотите пожалуйста внизу ссылки в описании есть если хотите также как этот человек или как флиппи чтобы я бесплатно посмотрел ролик ну блин напоминайте пишите вот этот человек он пишет по по три по четыре сейчас да сейчас обновлю страницу комментариев уже от него вот тут еще вот четыре комментарии уже написала помимо того что просто три написал для развития два для развития обычно три четыре пишет и еще как быстро это успели застрочить молодцы какие так считать пока что не буду есть вот но учтите если вы будете тем же путем идти это не быстро будет это не будет очень даже не быстро он не полтора месяца напоминал человек отписал об этом полтора месяца и флиппи также напоминает помещенцу когда у меня будет окно когда у меня будет окно тогда я и и посмотрю ваш ролик вот сейчас допустим на окно на подписках там вот кельтука сейчас кире хотел посмотреть на кире потом гляну все есть так но по несколько месяцев ждать придется тем более еще заказа будут то что учтите что это не сразу будет напомнил написал и все будет так что давайте начинать история об этих непобедимых галах у меня ассоциируется с детством добрым французским юмором и той супергероикой которую я всегда любил не серьезно как прикольно этот астерикс получился на яркой шутливой и пересматривая недавно второй фильм из этой серии миссию клеопатра я словил себя на мысли о том что многим не известна история астерикса а точнее то насколько важен этот персонаж не только для франции а там он ни много ни мало является одним из главных национальных символов но и для всей индустрии так как несмотря на популярность наших странах именно фильмов переключение гала астерикса и его друга обеликса это в первую очередь комиксы которые были написаны проиллюстрированы я нам мультик классно комикс не читал мультик классные в свое время рене гостини и альберто удерзо поэтому сегодня мне бы хотелось вместе с вами погрузиться в историю французского банды сене рассказать вам о том как астерикс изменил мир и наконец постараться понять почему некогда культовое произведение на сегодняшний день воспринимается скорее как скатившиеся и почему последние фильмы перманентно теряли в качестве это черный кабинет и новый выпуск рубрики от шедевра до права ну честно говоря не все фильмы постепенно хуже хуже делают свой простой день кончается на мой взгляд вала добро пожаловать я честно говоря раньше их путал черный кабинет и гео я думал что это один человек они мне раньше попадались там черный кабинет в гео попался через это я думал один тоже человек а потом что-то я подписался на гео на гео подписался только раз черный кабинет попался мне я думаю аж подписан на реванчат ли то здесь 1977 мужчина которого всегда легко было узнать по его добродушной улыбке выглядит ошарашенным и печальным одновременно не удивительно ведь пару минут назад от врачей поликлиники 17 округа парижа он услышал страшные слова к сожалению мы ничего не смогли сделать он скончался друг с которым они рука об руку шли уже практически 20 лет одаренный писатель сценарист человек который в шестьдесят первом году прибежал к нему в кабинет со словами и я придумал шикарного персонажа его будут звать эстерикс скончался сердечный приступ настиг ренега сини возрасте 51 года неожиданно и внезапно альберто в тот день попрощавшись со своим напарником пообещает его семье что их совместная работа их детище будет жить дальше и обещание он сдержит взвалив на себя ответственности обязанности что до этого выполняли двое альберто сможет превратить супер успешно национальном значении французский комикс международный известный бренд франшизу авто него сион умерет познакомив детей со всего мира со стрессом классный мультик сам двумя смелыми и веселыми галами которые никогда не сдаются и всегда готовы дать отпор захватчикам но история астерикса по-моему гал это французы по моему началась восемнадцатью годами ранее 1959 году когда альберто и рэн и еще десять молодых и готовых покорять новые вершины парней решили открыть свое издательство а точнее запустить новый журнал который они назвали пилот и среди множества рубрик из которых состояла изначальная версия этой газеты вот я наверно откуда взялась момент пилотная версия я просто хочу тоже мультик пытался много раз сделать у нас там мы пилоты серии делали а потом там известны события случились какие-то все такое и ни у кого денег короче чтобы купить у нас было наш мультик и так по итогу все загнулось была одна особенно коротенькие комикс зарисовки виде нескольких страниц и комиксом которые представили гасини и удерзо стал гал астерикс но история двух товарищей началась немного ранее 1951 начинающий художник удерзо познакомился с уже работавшим по профессии сценаристом рассказчиком истории гасини который помимо астерикса обеликса подарил франции еще несколько классических историй которые навсегда изменили индустрию а ну вот хороший человек в общем уже уже работал над этим среди них детская серия книг пяти николя маленький николя и счастливчик люк тандем же удерзо и гасини будет прочным принесет свои плоды по той причине что роли они определили очень правильно и точно гасини придумывал истории прописывал все диалоги а удерзо создавал образы персонажей внешний вид городов декорации выбирал стиль шрифта и так далее короче говоря отвечал за весь визуал для того как придумать историю о галах они вместе выпустили комикс который вследствие также получил свой мультсериал ум папа но большим успехом ранее и он не пользовался так как ровно как и все прочие на рынке на тот момент он рассказывал американизированную историю в данном случае об индейце а французам хотелось чего-то колоритного и исконно французского но о чем рассказывать гасини пришла в голову гениальный значит правильно понял галлы это эти были французы ста идея копнуть немного глубже поискать в истории франции периоды в которых жили интересные персонажи люди о которых редко вспоминали так очень быстро он обратился к периоду когда на территории современной франции жили галлы сильные жестокие варвары которые тем не менее а вспомнил об этом периоде гасини по той причине что сам он очень любил историю да и французом коренным никогда не был он еврей польского происхождения который большую часть жизни прожил в латинской америке в аргентине а студенческие годы провел в штатах более того как я думаю вы уже поняли услышав имя второго автора альберто удерзо был коренным итальянцем идея рассказать историю для французов о французах вызвало безумный интерес и послужило вызовом для них обоих конечно учитывая специфику менталитета культуры и особенное чувство юмора классическая геройская история аля супермен или капитан америка не сработало бы в европе поэтому гасини предложил сделать астрикса анти суперменом деформировать его характер так как он сразу с первых страниц стал скорее антигероем а в комиксах он был и остается тем еще засранцем физически стал коротышкой а у дырзо чей особенностью всегда было карикатурное изображение решил что все персонажи должны быть деформированы пропорции тела и в особенности нос и бой ну да вот многие мультики для того именно у дырзо ввел в сюжет обеликса подарив последнему свои черты характера и физиологические особенности кроме этого обелик стал карикатурным высмеиванием супер сильных американских персонажей героем обладающий не человеческой мощью но в то же время наивным и добродушным словно ребенок идея всего комикса стала ирония высмеивание французов сатира и комедия которая рассказывала историю не столько реально существовавших галлов несмотря на то что многие события показаны комиксе реально происходили ну да да там я ну было короче так куда то что они там рим шел же на гарю цезарь был он там такое реально было сколько в бытовых ситуациях раскрытия проблем более понятных европейцам двадцатого века гостини часто в интервью говорил что его всегда прельщала идея создания истории внутри которой он мог бы по-доброму посмеяться над самыми разными типажами людей различными национальными особенностями и высмеяв те или иные образы вскрыть более глубокую проблему если такая была обнаружена сказать что комик использовался успехом ничего не сказать неискушенный читатель который наконец получил шикарное колоритное и такое понятное юмористическое произведение благодарно скупал все тиражи и уже к середине 60-х французский спутник получил имя астерикс невероятный успех который логично должен привести к теле или киноадаптации однако французский спутник это я что-то не сразу сообразил сижу что перевариваю спутник на себе какой масштаб боже сказать те годы вариант киноадаптации был сразу же забракован так как продюсеры местных студий не видели возможности подобрать актера который мог бы сыграть героя чье тело на 50 процентов состояло из его головы однако а есть да я сейчас вспомнил я как анимацию учился там там ребята форм был анимации все такое там делились всякими наработками кто что нашел где посмотрите ребят я нашел то я там 12 принцип понимал что такое сайта можно сказать энтузиаст сделал один александр птичкин правда не смотрит но если посмотри саня привет вместе хорошо общались свое время потом перестали нормальный парень короче мы с ним хорошо общались дружили и он этот у него там сайт хороший есть такой и там вот делились и там вот такая один да я сейчас только что вспомнил один из пропорций было точно стерикс вот такой вот опять же сейчас уже все это готово тогда люди пытались понять сейчас уже все готовы пропорции стилистики какие хочешь чего-то бери тут готовая ничего выдумывать не надо просто бери готовая вот хочешь комичный сделать вот пожалуйста комичные персонажи хочешь серьезные вот и пропорции серьезных людей там про все расписано разрисовано все принципы анимации все вот работа очень круто для аниматор сейчас от работы не хочу просто к уже в 67 выйдет или фильм под названием два римлянина в галлии который напишут совместно гасинию дерзо и в нем впервые появится астерикс но как нарисованный персонаж после успешной интеграции фильм будет запущен в работу проект по созданию мультипликационного однако из-за проблем с правами а мультипликационная версия стрикса на несколько лет оставалась закрепленной за студией который занималась постановкой по неведомой для самих авторов причине они вообще не были проинформированы что подобный проект существовал и увидели мультфильм только во время предпоказа еще раз с постановкой по неведомой для самих авторов причин а для авторов не они вообще не были проинформированы что подобный проект существовал и увидели мультфильм только во время предпоказа. Гассини был в ярости. Молодец на хрен. Это деньги. Это девушки. Потому что адаптация была некачественной по техническим причинам. История в ней рассказанная представляла из себя омашно сразу несколько комиксов, не связанных историей между собой. Он тем не менее... Омаш это типа отсылка. По-простому. ...позволяет мультфильму выйти в минимальный прокат, чтобы окупить затраты студии, но как только прокат был завершен, настаивает на том, чтобы копии были уничтожены и сожжены. А все остальные попытки адаптировать его комикс отныне пресекались на корню. И так и было. Вплоть до 1977-го, когда Гассини скончался. Нет, не подумайте, что Альберто сразу же начал разбрасываться правами на свое творение. Отнюдь. Просто он принял волевое решение спустя несколько лет. Изначально он объявил, что более историй о Гале не будет, так как без Гассини это невозможно. Однако через три года решил продолжить их общее дело. Люблю эти мультики. Став одновременно и писателем, и художником. Он не делегировал обязанностей и не искал новых работников. И удивительно, что у него это получилось. Да, на такую работу у него теперь уходило гораздо больше времени. В период с 80-го по 2000-й, за 20 лет, он собственноручно написал и нарисовал только шесть полноценных историй. шесть журналов. Тогда как совместно с Гассини, они выпускали по одному в год, не считая карикатур, которые выходили в еженедельной газете. Но тем не менее, в качестве Астерикс не потерял. И к тому же Удерзо всегда на обложке писал «Экри и десине пар Удерзо и Гассини». А, ну там понятно. Понятно. Исна нарисована Удерзо и Гассини. Вплоть до своей смерти в 2020 году. Удерзо сохранял память о друге. И никогда не вычеркивал его из истории. И в каждом своем интервью отмечал, что если бы не он, Астерикса бы никогда не было. Так как именно Гассини стоял у Руси. Ну достойно. Это достойно, да. А сейчас вот смотришь, говорит, деятели, они все сделаны, сядут, это я. Это вот все я, вот без меня, вот там ну всякие есть. Руля проекта долгие годы. Но чем же занимался Альберто в свободное время? Он ни много ни мало сделал из простого комикса франшизу. Он снял вето на адаптации и тем самым подарил историю о галах всему миру. В 80-х появились первые видеоигры и естественно Астерик... Че за игры? Пиписька шлипи. ...эксабеликс получили свою. Начали выходить мультфильмы, мультсериалы, видеоигры, и фильмы. А, я же знаю, на сей ге есть. Да, точно, играл. Но самым большим проектом, над которым постоянно трудился... Сейчас для меня какой-то он примитивный, я вот что-то не понравилось. ...стал парк развлечений, который он так и назвал парк Астерикс. Он стал первым парком развлечений во Франции и единственным, который выжил и существует по сей день после появления под Парижем Диснейленда. Случилось так из-за любви французов к собственной культуре. Если американский парк для них в их глазах скорее представляет нечто инородное и капиталистическое, то свой родной Астерикс парк... А, то это не капиталистическое. Сказал тоже. ...что-то эксклюзивное и очень личное. Но что там с кино? Да. Не, ну понятное дело, каждый любит свое что-то вот. Если сделать... Вот, допустим, вы сделали у нас игру «Русы против ящих». Я даже не знал, что такая игра есть. Слышал мемасики какие-то. Я видел, везде слышал мемасики какие-то. Ну, все нам нравится, даже мне смотрят. Блин. Потому что им ничего там удивительного нет. Это хорошо. Это нормально. Как я уже говорил, для нас с вами история о галах. Это в первую очередь серия фильмов, которая с годами постоянно теряла в качестве. Процесс был мучительным. Одерзон, несмотря на свои амбиции, не хотел, чтобы фильм, который бы знакомил нового юного зрителя, который не читает комиксы, с его детищем был проходником. Поэтому при заключении контракта со студиями, а они постоянно менялись, основной было ПТ, художник и продюсер сохранял за собой право контроля за продуктом. Он принимал непосредственное участие во время подбора актеров на главной роли и настоял на том, чтобы именно Клавье и Депардье сыграли двух отважных галлов. К концу 90-х денег у компании Дрозо было достаточно. Для того, чтобы не ограничивать бюджет, да и адаптация такого легендарного комикса была давно заветной мечтой любой продюсерской... Денег, значит, пыли, получается. А потом, получается, не будет денег, или что? Я не понимаю. ... для компании. Поэтому рекордные 42 миллиона долларов были вложены в первый фильм, и он получился хорошим, принеся в итоге 100 миллионов в прокате. Да, спустя годы, смотря на этот фильм, осознаешь, что проверку временем визуальные эффекты вряд ли проходят. Да и в шопу эффекты, сам фильм классный. Однако юмор и подача очень правильно передавали... Вот именно, о чем я и говорил. ... дух оригинала, и случилось это именно благодаря тому, что Дрозо держал руку на пульсе. Продолжение моментально было взято в разработку, и миссия Клеопатра вышла в прокат в 2002-м. Еще более внушительный бюджет, больше звезд, смещение акцента на более современный юмор, для этого привлечение профессиональных комиков и экзотическое место действия. В результате подарили публике лучший фильм об этих персонажах на сегодняшний день. Смелый, дерзкий и смешной он по сей день актуально смотрится и не уступает американским комедийным блокбастерам. Однако после этого произошло ужасное. Не, ну французские комедии, в принципе, прикольные. Аладдин, смотрели, Аладдин, не помню, как это называется, но там история про Аладдина, там тоже классная французская комедия, еще обгарная, такой этот. Стоит Аладдин, дерется с этим, забыл, как зовут их, извините, не помню персонажа. Какой там, дерутся, дерутся, вот такой, Аладдин говорит, я твой отец. А тебе правда, что ли? Нет, я тебя манула, давай, давай, дерутся, дерутся, такой, стой, я тебе должен кое-что сказать. Что? Я твой сын. Такое, что, правда, что ли? Да, иди обни меня. Хрен тебе, на, кляш. На ковре, смотри, эти летят такие. В воздухе летят с светофором. Такие ковры летают в эти стороны. Это классно вообще. Стоит посмотреть. Французская комедия, поэтому классная, мне нравится. Точнее, предсказуемая. У Дерзо, которому на момент выхода второго фильма уже было за 70 лет, начал серьезно сдавать и болеть. Он уже не мог продолжать рисовать и передал правление. Естественно, что более он не контролировал производство и последние годы жизни посвятил себе и своей семье. И без него все пошло наперекосяк. Следующие два фильма Астригса и Абили... Ну, потому что человек создал это, он знал, что он хочет, он вот придумал персонаж, придумал его характер какой, что он делает и все. И он пережил. А те другие люди, которые пришли, они вот по-своему, у них свое видение было. Они немножко не понимали, что пережил этот человек, какие у него мысли были, как он строил юмор. На чем у нас... Основу вас у него... Да-да, поэтому... Логично очень даже. Астригса и Абиликс в Британии провалятся. Первый... Астригса и Абиликс в Британии... Это мультик такой, кажется. А, нет, это фильм. Ну, такой примитивный фильм, да, на самом деле. Там что-то не про чай все время, что англичане все чай пьют. Только не чай пили, а просто горячую воду. Ну, такой, да, глупенький такой. Окупится в прокате, однако будет значительно уступать по качеству предыдущим лентам. Продюсер... Или это мультик был? Я помню, там, про Британию это что смотрел. Или мультик? ...предыдущих двух фильмов. Тома Лангман решил занять кресло... Вот это хороший актер. ...режиссера. Он вместе с еще тремя авторами написал сценарий, взял в сорежиссера малоизвестного постановщика Федерика Форосте, пару картин, которого он сам продюсировал. Однако Кристиан Клавье, который играл Астерикса в первых двух фильмах, кандидатуры режиссеров не одобрил, да и без удерзо продолжать работать отказался. Со вторым же фильмом история еще прозаичнее. Вновь смена режиссера, вновь смена актера и попытка сэкономить на производстве. Как результат, первый провал в прокате и убытки. На сегодняшний день комиксы и мультфильмы продолжают выходить. Парк работает и даже готовится новый фильм по этой вселенной, однако на этот раз надежда все-таки есть, так как это будет перезапуск франшизы. Главные роли сыграют именитые актеры и самые популярные во Франции. Винсен Кассель, Марион Котиар, Пьер Ришар, а режиссерское кресло займет талант Пьер Ришар? Он живой еще? Ха! Левише Гийом Кане. Возможно, в этот раз студия ПТ достойно поступит с наследием Гассини и Удерзо, но несмотря на это, несмотря на тот результат, который в итоге получится, тот вклад в развитие комикс и медиа-индустрии Франции и Европы, которые оставили после себя эти два талантливых человека, переться несложно. И удивительным их историю делает ирония, что лучшую сатиру о Франции и французах написали и создали два иммигранта. Ну да, да, интересно на самом деле получилось, что лучше всех о Франции рассказали иммигранты. Ну классно, классно. Чем нет? Если люди любили, эту страну и знали историю больше. Это, кстати, показательно. Есть люди, которые вот находит и состроят националистов, все-таки, а сам даже не знает элементарных вещей. Не знает флаг свой, когда он кем был основан и гимн, и вообще ничего не знает. Вонючки, блин. Друзья, вот такая вот реакция получилась сегодня с вами у нас. понравилось, понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, репосты, я вы не будьте. Всем пока. Делай как по кайфу, родной, только в рамках дозволенного.